Закадровый текст в этом фильме Жизнь могла бы быть чудесна, если бы мы знали, как ею распорядиться Грета Гарбо Закадровый текст в этом фильме 5 миллионов 547 384 5 миллионов 547 385 Закадровый текст в этом фильме Я был отличным, Иосиф, и ты? Ни кто-то реально видит? Ни кто-то реально видит? Ни кто-то еще видит? Ты никогда не видишь меня? Си. Что это значит? Я просто не понимаю. Геймс. Штарти. 16-летняя Брэнда Спенсер вчера утром обстреляла из ружья 22-го калибра начальную школу Кливленда, куда в это время съезжались на занятия дети. Девушка заявила, что начала стрелять, потому что... Цитируем. Я не люблю понедельник, а это скрасило день. Мне пора идти. Кажется, я подстрелила одну хрюшку, и хочу подстрелить еще нескольких. Я вовсе не убийца. Она заявила местной газете, что ей вдруг пришло в голову пострелять. Она сказала, что хотела скрасить день, ведь никто не любит понедельники. Ружье с шестьюстами патронами в комплекте было рождественским подарком. Я начала стрелять ради развлечения, чтобы день был не таким нутным. Я мечтала заниматься раскопками костей динозавров или древних цивилизаций. Еще маленькой я знала названия всех динозавров и палеонтологических эпох. Я думаю о том, как все могло бы сложиться. Сколько людей в этом мире, как мне? «Чертовы понедельники и земляничные пироги». Фильм Коко Шрайбер Я люблю истории. Я росла на историях, которые мне рассказывали бабушка и дедушка. Я люблю человеческие истории, потому что у каждого в жизни есть нечто свое. Я люблю ее. Я люблю ее. Я люблю ее. Я люблю ее. КОНЕЦ 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 Я вижу вещи прекрасными, потому что мне хочется их такими видеть. Петь, кататься на велосипеде, играть на гитаре в парке или просто бродить по окрестностям, не зная, чем себя занять. С чего я вдруг начала беспокоиться о том, что моя жизнь станет пустой? О, мань, приложу. Добавь сюда клубники. Спасибо. Настоящая жизнь? Хотите сказать, она не начнется, пока я не уеду из Доттингхэма? Вторник. Они едят один шоколад. Чувствуют себя по-настоящему живой. Порой я тону в однообразии, но обычно я верю, что так будет не всегда. Неужели я охладею ко всему интересному, что есть в мире? Монокром флорс, монокром флорс, монокром флорс, только абсенс. Неужели я увязну в рутине? В это трудно поверить. Я столько всего должна и хочу узнать. Лена работает с нами уже несколько лет, и всё у неё идёт хорошо. Когда наши работники стараются, мы даём им понять, что ценим их. Всем хочется слышать, что они отлично работают. Я считаю, это очень важно. Я начал работать здесь 1 мая 1982 года. Официально я должен выйти на пенсию через 20 лет, но надеюсь, что проработаю здесь дольше. На работе во время перерывов я обычно сижу молча. Все разговоры там ведутся в основном про велостоянки и строительство дачных домиков. По-моему, им неинтересно то, чем я занимаюсь и о чём думаю. Они все говорят про футбол или ремонт. Продолжение следует... Ремонт. Миллион долларов. Истории деловых людей. Слушаю вас. Бобу, пожалуйста. Которого? Сасса. Минуточку. С кем вас соединить? С Бобом. Простите, он за рубежом. За рубежом? Вы не могли бы дать мне его сотовый? Нет. У него нет сотового? С собой нет. Ладно, спасибо. Спасибо. Слушаю. Будьте добры, Ричи. Его нет. Соединить вас с его помощницей? Он вообще не приходил. Нет. Ладно, я перезвоню. Хорошо. Вы позвонили. Оставайтесь на линии. Мистер Давенпорта, Ричард Валинский. Уделите мне 60 секунд. Я расскажу вам, о чем идет речь. Я понимаю, что у вас сейчас дел по горлу. Но согласитесь, иногда лучшие возможности открываются в неподходящее время. Его нет? Хорошо, я перезвоню позже. Спасибо. Вы бизнесмен. Вы всего добились, потому что не упускали свой шанс. 60 секунд, мистер Корлин. Спасибо, что согласились поговорить со мной, сэр. Нет, я ничего не продаю. Я только хочу предложить вам, если бы вы согласились меня выслушать. Если вам удобно, можете расплатиться кредиткой. Хорошо, договорились. Нет, я ничего не собираюсь продавать вам. Я лишь предлагаю... Мистер Кевингтон? Ричард Валинский из Ти-Бей. Вы меня слышите? Я позвонил вам, потому что представляю инвестиционную фирму с Уолл-стрит. Спасибо. Хорошо, мэмп, только не зовите меня даракушей. Канчай болтать. Ответь на звонок. Сюда, люди. Подходите, ребят, я хочу сказать вам кое-что. Вы узнаете, что такое гармония и что такое суета. Уважаемый, не наступайте на мой коврик. Подходите. Иди сюда, сынок. Вот так, ближе подходите. Уйди с дороги. Подумаешь, дорогой. Я пришел поведать вам о настоящем и бренном. Я расскажу, что происходит вокруг. Хорошо. Ничего страшного. Удачи. Я знаю. Я сказал, слушай, мы должны быть позволены делать точно, что мы хотим. Я хочу делать, что ты хочешь делать. Джоннис Уолл-Стрит. Я не знаю, случится ли это на самом деле. У меня нет хрустального шара на столе, как не прискорбно. Но я думаю, что есть конкретное объяснение тому, почему руководство и инсайдеры в этой компании удваивают и утраивают свои инвестиции. Чтобы в такой ситуации заработать деньги, вам просто нужно грамотно вложить деньги, чтобы ваши деньги в любой ситуации были умными деньгами. Мы с вами оба знаем, что когда об этом напишет Уолл-Стрит Джорнал или Financial Times, шанс уже будет упущен. Субтитры создавал DimaTorzok Речь об инвестициях свыше 60 тысяч фунтов. И если вы пришли близко, то мина будет реально обратно, не able to take it in. Определиться нужно сейчас. Не на следующий год. Не на полгода, а на 90 дней. Как только сделка будет заключена, они непременно резко пойдут вверх. Я встаю утром иногда в 3 часа, иногда в 4. Все зависит от новостей. Если новости действительно важные, я работаю 24 часа в сутки. Дамы и господа, это конечная остановка. Освободите вагоны. Если ты начнешь сдавать, клиенты уйдут от тебя. Все зависит от твоей последней сделки. Да, сегодня утром мы потрудились на славу. Конечно, пока дела идут хорошо. Но если мы не будем постоянно двигаться вперед, люди отвернутся от нас. Вы спросите, зачем нам это нужно? Все мы идем к одной цели. Цифры, расчеты, овралы, постоянный трейсинг. Это как религиозный опыт. Голан. Я был активным ребенком. Когда была хорошая погода, я целыми днями не бывал дома. Приходил уже после заката. Прибегал только, чтобы поесть. Поем и сразу убегаю. Вообще-то я не хотел этим заниматься. Алло, это не мое. Я не хотел быть биржевым брокером. Не знаю, что произошло. Определенно есть какая-то энергия. Ты чувствуешь, что что-то произойдет. Думаю, это страх и алчность. Противостояние страха и алчности. Деньги порождают и то, и другое. Работаешь с деньгами ради возможности заработать еще больше денег. Этим я занимаюсь, и это я люблю. Как много людей в этом мире как мне? Алло, это впечатляет. Песчаные хребты и голубое небо. Это потрясающий, как это сказать, контракст. Истинно мохи. Для меня пустыня куда красивее на картинках, чем в жизни. Для иностранцев наоборот. Им это нравится. А мне нет. Когда смотришь просто так, видишь, здесь всего слишком. А иностранцы, они смотрят на пустыню. Иначе они что-то упускают. Ричард Валинский беспокоит. Иногда не хватает рамки, как на картинке. Я питался полгода одним тонцом. Денег не было. Я представляю брокерскую контору с Уолл-стрит. И жареным рисом по праздникам. Хорошо, я вам перезвоню. Я сижу на работе по 16-18 часов в сутки. Иногда не ухожу по двое суток. Если вы меня выслушаете, отлично. Здравствуйте, сэр. Рад встрече. Взаимно. Присаживайтесь. Так почему вы хотите стать брокером? Думаю, это вызов. Что ж, я хочу, чтобы каждый входящий в эту дверь знал, что его ждет. Первые два года работы – сущий кошмар. Я сразу же вам перезвоню. Ну и зря. Здесь требуется особая порода людей. В Нью-Йорке у вас 400 тысяч соперников. Они тоже хотят получить эту работу. Здравствуйте. Рад встрече. У вас 30 секунд. Кто такой Дэвид Прудинг? Дэвид Прудинг – молодой, амбициозный парень, которого привлекают новые возможности. Они чувствуют себя, как рыба в воде. Так сколько вы говорите? В день вам придется делать в районе 400-500 звонков. Дозвониться удастся от силы до 60. И только шестеро из них могут стать вашими клиентами. Их жизнь ужасна. Они вечно спешат. КПД в нашем бизнесе – полтора процента. Остальные 98,5 – это отказы. Да, я понимаю. В прошлый раз, когда мы говорили… Мы представляем потенциально успешного инвестора. Им нет покоя. Они плохо спят и не видят снов. Муж приходит домой, когда жена уходит. Суетный образ жизни испортил их души и умы. Лишил их воспоминаний и идей. Бывало, но меня это не остановило. Но если вы готовы на два года выключиться из жизни, жить здесь не вылезая, этот бизнес принесет свои плоды. Вы готовы год-другой питаться одним тунцом? Да, меня это мало беспокоит. Думаю, я справлюсь. Готовы работать 290 часов в неделю? Да. Идти на жертвы? Да. Чего вы хотите добиться через 10 лет? Я надеюсь, что смогу найти обширную клиентуру, привезти как можно больше клиентов и реализовать как можно больше возможностей. 5 миллионов 547 тысяч 380. Я надеюсь, что выглядят полностью heightening в солнечное состояние. 7 opportunities. 5-3-3-4-5-7-7-7-8-7-8-8-8-8-8-8-8-7-8-8-8-8. Голлан. История продвижения. 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 История продвижения. Голлан. 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 А приходят не прохлаждаться, а для того, чтобы работать. Работать 24 часа в сутки. Приходя сюда, я зарабатываю 10 миллионов долларов в день. Когда мне звонят и задают вопрос, они надеются, что у меня есть ответ для них. Пожалуйста. Но это нужно недели. Поэтому так важно работать и дома, обращать внимание на текущие события, готовиться посвящать все время тому, чем я занимаюсь. Я сам себя заставляю. Когда я работаю, я не задумываюсь, буду ли счастливым. Не будет ответа у меня, они обратятся к другим. Когда монахам стало нужно собираться для молитвы в определенное время, это привело к появлению устройства, которое мы называем часами, чтобы отчитывать время, которое, по сути, неисчисляемо. В этом таинство часов. Созданные руками людей, они обладают элегантностью и ценностью не просто часов, но и ювелирного изделия. Такие часы – это мечта. Они могут сделать человека счастливым. Часы были сакральным предметом. Требуется два года, чтобы изготовить их вручную. Продолжительность времени в нашем обыденном понимании – это исчисляемая продолжительность. Например, часами. Если у вас есть дети, эти часы будут передаваться от поколения к поколению. Они переживут владельца. Некоторые часы можно считать произведениями искусства. Их можно было бы даже на стену повесить. Если вы заглянете вниз, увидите россыпь бриллиантов. Эти часы со всех точек зрения идеальны. И время показывают точное. В идеале полтора миллиона в месяц. Но в действительности время нельзя измерить. 44 тысячи долларов. Если вас интересует точность, то они считаются наиболее точными. Если вам нужно знать время с точностью до секунды, то ни одни из них к этому не соответствуют. 110 тысяч долларов. Если же вы хотите просто узнать время, посмотрите на своем сотовом. Я хотел бы прокатиться на санках. В парке. Как это бывало в детстве. В отличный снежный день. Я пытаюсь нарисовать время. В своих картинах я стремлюсь отобразить длительность бытия. 5 миллионов 380. В основе также лежит желание предложить некую рефлексию о нашем существовании в этом мире. опалка. История одной идеи. Я тогда ждал жену в кафе «Престоль» в Варшаве. Она сильно опаздывала. Вот тогда мне в голову и пришла идея. Я не скучал. Я, можно сказать, размышлял о своей жизни. Мне было уже 34 года, и я сказал себе, ну ладно, чего-то ты достиг. Получил пару наград, но будешь и дальше так жить. Будешь просто гоняться за успехом. Вот так, пока я ждал, все это и произошло. Жена появилась, опоздав, на 2 часа. Но там, в кафе, не было такого понятия «опоздать». Потому что там постоянно что-то происходило. Когда жена приехала, я обнял ее и сказал, ты гений. «Почему?» – спросила она. Я был страшно взволнован, потому что у меня родилась идея рисовать время. Эврика, вот оно. И чтобы начать притворять в жизни свою идею, я нарисовал число 1. 5 миллионов 547 тысяч 300 90 3 5 миллионов 547 тысяч 3 6 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 7 6 5 Пять миллионов Пятьсот сорок семь тысяч Триста Девяносто Пять Пять миллионов Пятьсот сорок семь тысяч Триста Девяносто Девяносто Шесть Пять Миллионов Пятьсот сорок семь Тысяч Триста Девяносто Семь Мой путь начался как раз в то время, когда космонавт Гагарина влетал вокруг Земли И я задавал себе вопрос, он находится в линейном времени или нет? Мы обречены постоянно существовать в линейном времени, хотя время не линейно в абсолютном смысле Какое сегодня число? Сегодня? Не знаю, 25 или 26 или 27, так? Я не знаю Потому что я Я Как это сказать? Я с туристами Иногда Забываю Я могу сказать и 30, и 31, или 1 Я не знаю Сейчас праздник по мусульманскому календарю Но я не помню Общение с туристами вызывает стресс? Время – это термодинамическая сфера Это как другая вселенная Время – это термодинам Время – это термодинам И узнать, что лежит behind the blackness Какой сегодня день? Понедельник Думаю, понедельник Нет, вторник Да, я забыл, правда Забыл А я думал Думал вторник, верно? Значит, вчера было 25 или 26 Получается, сегодня 27 Правильно? Нет? Без понятия То ли 25, то ли 26, то ли 27 Кажется, я видел запись в гостинице Вроде бы понедельник 26 Кажется так Для меня все одно Из-за стресса все забывается Лош새 Ха-ха-хаа Акции сейчас торгуются выше 29 долларов здесь, в США. Акции сейчас торгуются выше 29 долларов. Очень трудный вопрос. Зачем вы так много работаете? Я не думаю в таких категориях. Почему бы не выбрать менее нервную работу? Вопрос прост. А ответ важен. Так мы боремся со скукой. Сколько раз в день вы задумываетесь о жизни, о будущем? Я не задумываюсь. Ни разу не ловил себя на мысли о том, кто я, откуда, что я делаю. Что ужаснее, боязнь смерти или боязнь скуки? Что побуждает вас работать? Стремление к цели. Что для вас важно? Работа, семья, друзья. Что еще есть в жизни? Все так и есть. Вы задали 10 вопросов, но лучшим был седьмой. О скуке. Что ужаснее, боязнь смерти или боязнь скуки? Боязнь скуки. Я думаю, этот вопрос можно поставить шире. Может, нам скучно, а мы этого не замечаем? Скука, которой я не замечаю? Завязали в рутине? Да, пожалуй. Вовсе нет. Нет, я все время в делах. Чашка кофе, газета, сэндвич? Нет, прочту газету, побреюсь, приму душ, сяду за компьютер, побалуюсь в фотошопе, постригу деревья и так далее. Завязали в рутине? Я имею в виду в отношениях. С 7 до 7.30 идет навстречу завтрашнему дню. С 7.30 до 8.00 – золотая клетка, с 8.00 до 9.00 – хорошие времена, плохие времена. Нужно самому планировать свой день. Никто не сделает этого за вас. Хорошо это или плохо, но порой приятно что-то сломать. Да уж. Конечно, но в рутине чувствуешь себя в безопасности. Мы здесь. Мы пришли отсюда, хотелось нам того или нет. Думаю, такова природа. Тоска. Когда становится слишком скучно, мы идем в город. Заглядываем в магазины, которые видели сотни раз. Мой страховой агент совершил ошибку. Можете подождать? А что? Не хочу превратиться в зануду. Ожидания? Нет, я просто работаю. Ты делаешь то, что должен. Я всегда чем-то занят. Всегда я. Я всегда делаю. Я всегда делаю. Да, я всегда. Моросит. Моросит целый день. Противная погода. Моросит целый день. Был обычный воскресный день. Я надел свитер. Хотел погулять с собакой и вернуться. Мы были в парке. Кидали палку собаке. Палка упала на дорогу. Убийство. Меня обвинили в убийстве. Внизу был виадук или мост. Мы просто играли. Я поворачиваюсь, кто-то кидает в меня камень. Я его ловлю. Что мне было делать? Я швыряю его через плечо и слышу грохот. Смотрю вниз и вижу, как ее машина врезалась в заграждение. Такой сильный грохот был. Камень пролетел над ее головой. Через стекло. Прямо под крышу. Пробило окно. Не знаю. Она из деревни Уден. Зеленый Фиат 500. Симпатичная машинка. Мотива не было. Мы просто... Не знаю. Так и вышло. Это просто стечение обстоятельств. Так уж и вышло, но нужно жить дальше. Жизнь продолжается. Женщины делают татуировки на глазах. Нет, прямо на глазных яблоках. Был дебош. Да, все напились. ТО, 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 ТОНО. Единственная машина. Это все нап 모тит. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...